День учителя в России давно стал всенародным праздником. Педагогов традиционно чествуют 5 октября. Поздравляют и особо заслуженным вручают награды. В этом году на областном педагогическом совете губернатор озвучил новые меры региональной поддержки педагогов. Депутаты областной думы в числе первых рассмотрели изменения в закон об образовании и утвердили его единогласно. В год педагога и наставника вся педагогическая общественность ожидала нового эмоционального подъема вдохновения. Восьмой фестиваль искусств вдохновения, который прошел в регионе весной этого года, настроил всех причастных к образованию на лирический лад. Во второй части торжественного мероприятия в Солярисе участники фестиваля продемонстрировали свои таланты коллегам. Впрочем, вдохновение прибавили и социальные меры региональной поддержки рублем. Все этим законом закрепили ежегодные, не только в год педагога и наставника, и единовременную выплату для работников, которые ведут педагогическую работу и в детских садах, и в школах, и в колледжах, и в учреждениях дополнительного образования. Это выплата в размере 10 тысяч рублей, и это региональная выплата за классное руководство. Сергей Тарков работает в Тейковской школе номер 4, преподает географию и биологию. За достижение в научно-исследовательской работе его учеников и личные его достижения награжден нагрудным знаком почетный работник образования Ивановской области. В школе с 2009 года победитель областного конкурса «Педагог года» социальные выплаты оценил. Это очень нужное внимание к учительскому труду, поскольку наши школы в регионе не испытывают острый дефицит педагогических кадров. И, возможно, вот эти меры помогут привлечь в том числе и молодежь. Семеро педагогов области получили гранты по 200 тысяч рублей. Наградили за достижения в работе. К примеру, ученики Светланы Селивановой из Фурмановской школы номер 3, участники и победители Олимпиад разного уровня. Достижения учеников, конечно, не было, наверное, таких достижений учеников, если не было бы учителя, да. И, естественно, мы как бы просим учеников участвовать во всех Олимпиадах с нашей помощью, с нашей подготовкой. И как итог успешная сдача ЕГЭ и поступление в престижные вузы. В этом году Светлана Николаевна выпустила 11 класс. Цитата «Очень классных, смелых, умных детей, которые учатся не только в Ивановских вузах, но и в Санкт-Петербурге». «Всем моим ученикам огромнейший привет». Ирина Афонина, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс».